Так, друзья, всем привет! Это Александр, Александр из Нанайма. Я нахожусь сейчас в новопостроенном доме. Он находится в Diver Lake. Diver Lake – это один из районов Нанайма. Я живу на острове, здесь я работаю, и здесь находится мой бизнес, мой ориентованный бизнес. Сегодня хочу показать вам в этом видео, что я купил в прошлом году, очередной мой проект, что я буду делать с этим проектом в будущем. И сейчас в настоящем, и для чего я это сделал. Мой первый бизнес – это сдача жилья в аренду. Этот дом находится, как я сказал, уже в Diver Lake, недалеко от школы. У него хорошая локация, ничего особенного. Это не модный нейборхуд, это обычный средний нейборхуд в городе Нанайма. Это идеальная локация для рентованного дома. Этот дом состоит из двух частей. У него мейнхаус вверху, это 4 бедрума. И внизу у него есть еще на отдельном электрическом счетчике, на отдельном хайдрометре, еще есть легальный свит. У этого дома также есть двойной гараж. Я покажу вам на видео микроэлементы этого дома. Этот дом был построен застройщикам, которые делают спек-дома, то есть speculation forms их называют. Это дома, которые не сделаны под заказ клиентов. Это дома, которые можно прийти купить на стадии строительства, как пресейл. Или вы покупаете текущий проект. Вы практически ничего в нем не можете сделать. Не добавить какие-то элементы, которые вы можете сделать в дизайне. У него уже есть пресет floor plan, пресет building plan для building permit. Билдер его просто делает. И окончательный продукт, я просто получаю ключи. Получил мобиль, заплатил деньги, я получаю ключи. Это очень хороший дом, потому что купил я его 6-7 месяцев назад, когда он стоил намного дешевле. Я провязывал с рынком и не знал, как будет с рынком на сегодняшний день. Момент покупки, когда я покупал этот дом, я немножко переживал. Но я рискую, всегда покупая недвижимость. Неважно. Будь то новая недвижимость, будь то старая недвижимость. Так вот, этот дом я буду держать как очередной дом для рента. Я сдам верхний этаж, main house с гаражом, 4-bedroom. Я сдам отдельно, отдельному тенанту, отдельному арендатору. Я сдам 2-bedroom, 2-комнатный легальный свит на отдельном хайдромете. Этот дом мне будет приносить позитивный кэшфлоу, этот дом мне будет покрывать ипотеку на этот дом и так далее, и так далее, и так далее. Этот бизнес, вот этот арендательский бизнес я делаю уже около 7-8 лет. Примерно около 7-8 лет. Я начал его делать в Ванкувере, потом этот бизнес через какое-то определенное время я перенес на остров и продолжаю его делать сейчас на острове. Вот. Мне этот бизнес очень-очень нравится. Чем больше у нас появляется рентомных домов, тем больше у меня появляется пассивного дохода. Это то, к чему я стремлюсь в будущем. Вывести свой пассивный доход на тот уровень, где мне не нужно будет делать активный доход. Мы потихонечку-потихонечку приближаемся к этому голу, то есть к этому нашему видению. От дома этого я получил ключи пару дней назад. Билдер наконец-то все закончил. Еще остались там маленькие-маленькие-маленькие-маленькие нюансы. Где-то подкрасить, где-то запечить. Но в принципе дом уже готов. Я уже практически сдал. Это не заняло у меня труда. Спрос на рынке аренды очень-очень высокий. Большой крестик семьи обращается за рентом. Я уже сдал верх, я уже практически сдал низ. На это все у меня ушло пару дней. Но это потому, что сейчас очень хороший рынок для сдачи для недвижимости. Верх я сдал за 2600. Это для него консерватив. Может даже еще можно получить больше денег. Но я сдал его хорошей семье. Мне кажется, что я сделал правильный выбор с этим тендом. То есть за верхний этаж, за мейнхаус, за 4 бедрум плюс 2 гаража и за яр я буду получать 2600. За свит я потенциально буду получать 1500-1600. Сейчас у меня в процессе сдачи. На него спрос большой. Сегодня делал первый обгон хаус. Еще буквально пару, тройку, 4-5 дней. Я, возможно, тоже его сдал. Мы не спешим с выбором тенантов. Потому что в особенности на новый дом. То есть мы хотим найти правильного тенанта, который будет потенциально без собак и без кошек. Но мы принимаем с собаками и с кошками. Потенциально это будет хороший тенант, который имплойт, у которого нет проблем, у которого хорошая история. Ему нравится это место. И он будет здесь жить счастливо. То есть мы ищем как раз такого тенанта. Мы также ищем тенантов, чтобы было хорошее сочетание с тенантом сверху в мейнхаусе и с тенантом внизу в легальном свите. Это очень правильно найти хороший-хороший менч. Чтобы ваши тенанты были successful. И у них не было никаких диспьют между собой. То есть такой дом может приносить мне хорошее, позитивное кэш-флоу. Принятие о покупке этого дома было сделано, я не помню точно уже, 6-7 месяцев назад. На тот момент был очень уникальный рынок. Точно говорил многим из своих клиентов, многим из своих друзей, которые в этом же бизнесе. Кто-то правильно реагировал, кто-то неправильно, но неважно. Мое мнение было следующее. Новые дома, новое строительство были практически по цене с вторичной недвижимостью. То есть вторичная недвижимость так стремительно росла наверх, что она практически догнала в какой-то момент новострой. И можно было за те же деньги, если вы купите новострой, получить новый дом. Ну или было очень-очень-очень близко, примерно 100, может даже 50 тысяч разница между его вторичным жильем и новым домом. Естественно, для меня это было no-braining. То есть я даже не думал. Я только хотел купить новый дом, у него свои бенефиты, у него сразу уже легальный свит. Обычно в старой недвижимости, которую я покупаю, я там делаю свиты, которые нелегальны. То есть это тоже маленький минус. То есть в новострой я буду иметь new home warranty, то есть этот дом будет с гарантией от билдера на 2, 5, 10 лет. Новый дом привлечет лучшее качество тенента, то есть я смогу получить больше денег за аренду этого жилья и так далее, и так далее, и так далее. Было много-много бенефитов. Естественно, риск был то, что я не знал, что будет здесь построено. Я принимал решение на основании голого лота, то есть не было даже фундамента на этом доме. Я ожидал, что у меня билдер сделает примерно такой же продукт, как и соседний дом. Что они, в принципе, сделали. Мне нравится продукт. Для тех денег, которые я заплатил, он не идеальный, но для меня это идеальный продукт. Мне нравится в нем все. За те деньги, которые я заплатил. Повторяю, за те деньги, которые я заплатил. Поэтому я очень доволен покупкой. Были также риски того, что я не знал, что будет с рынком в будущем, к моменту, когда дом построится. Я не знал, когда пойдет рынок. Может, он пойдет вверх, может, он пойдет вниз, может, экономика будет себя плохо чувствовать, люди перестанут покупать дома, на рынке будет большое количество инвентарий. Это тоже были мои риски. Я также не знал, какое качество по итогу я получу от покупки этого дома. И самое последнее, что я не знал, что самый важный элемент этого пазла, это то, что я не знал, получу ли я ипотеку или нет. Получу ли я моргич на покупку этого дома или нет. Это тоже был своеобразный геммл. Я ожидал, что получу, я сделал примерные pre-calculations, но если вдруг я не получил бы ипотеку на этот дом, мне нужно было использовать план B, план C и план D. У меня были разные планы на случай, если я не получаю ипотеку отдельно на этот очередной дом. При принятии решения в то время у меня было ряд сомнений, но больше у меня была уверенность о том, что это была хорошая покупка. И потому что я по своей натуре инвестор, потому что я по своей натуре люблю очень сильно рисковать, я в жизни вижу позитивные вещи, нежели негативные. То есть я фокусируюсь только на тех вещах, которые позитивные, на своих позитивных рисках. И я не то, что их не вижу, я знаю о негативных рисках, но я не зацикливаю свое внимание при принятии решения на негативных рисках. Что в принципе для любого бизнеса работает одинаково. Будь то вы покупатель недвижимости, будь то вы открываете новый бизнес, делаете какой-то новый проект, неважно. Новый импломент начинаете, новое устройство бросаете, хорошо насиженное ставля. У вас всегда будут риски, как позитивные, так и негативные. Я фокусировался на позитивных. Вот. Подождал я строительство, это около 5-6 месяцев. Вот. К концу, к завершению строительства я немножко нервничал, потому что мне до последнего не давали ипотеку. Но я мало нервничал, потому что я в таких ситуациях уже был неоднократно. Я уже неоднократно имел проблемы с получением ипотеки. У меня, как я сказал, уже были план B, C и D. Я всегда был на готове положить практически кэш на покупку этого дома. Естественно, не свой кэш, кэш своих друзей. Нужно всегда инвестировать чьи-то деньги, не ваши. Но у меня всегда был план, как купить этот дом. Потому что к моменту покупки этот дом же стоил около 100-150 тысяч долларов дороже, чем те деньги, за которые я за него заплатил. Ну, как минимум 100 тысяч долларов. Ну, скорее всего, больше, чем 100 тысяч. Если бы я этот дом не ставил на аренду, я бы его продать, продать for profit. Но я этого не делаю. Я только накапливаю недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. Это будет очень-очень successful, очень успешный проект. Мы очередной для аренды. Это уже мой шестой дом в моей коллекции. Мы движемся к тому, чтобы достигнуть уровня, где я смогу меньше работать, как я сказал вам уже. Мы фокусируемся на пассивном доходе, нежели активном. И делаем это для того, чтобы насладиться жизнью в Канаде. В Канаде люди очень-очень много работают. Я в Канаде очень-очень много работал. Но если работать всю жизнь, в таком этапе можно стереться, как некоторые говорят. Так вот, позитивные риски сработали. Я получил ключи от этого дома. Я получил, наконец-то, mortgage. Я положил большой down payment. И теперь это очередной дом, который мы будем сдавать в аренду. Причина, по которой я принес сегодня сюда камеру, это для того, чтобы сделать фотографию верхнего юнита, мейнхауса, сделать фотографию полностью нижнего юнита, сделать профессиональные фотографии очень хорошего качества. Для того, чтобы в будущем, когда некоторые из моих тенантов будут переезжать куда-либо или переселяться тенанты будут, у меня всегда будет хорошая фотография, которую я смогу выставлять и рекламировать для новых тенантов. Спасибо, ребята, за внимание, за что посмотрели это видео. Кому интересно будет, задавайте вопросы. На все вопросы я всегда отвечаю очень открыто. Я отвечаю не как своим клиентам, как своим друзьям, так и паблик. Я считаю, что паблик должен быть образован. Если вы что-то делаете хорошо, если у вас что-то получается, нет смысла это скрывать от других. Так, ребята, на этом я видео буду заканчивать. Спасибо вам за просмотр, кто досмотрел до конца. Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, будь то новая работа, переезд в другую страну, любое новое начинание, ваши инвестиции, новые скиллы, учеба и так далее. Всегда стремитесь к лучшему. Инвестируйте ваше время, ваши деньги в пассивный доход. Я считаю, что это хорошая инвестиция, чтобы в будущем вы все дальше входили от активного дохода на пассивный доход. Это даст вам возможность более уверенность себя чувствовать по жизни. Чем увереннее вы по жизни, тем здоровее вы по жизни, тем здоровее у вас будет лучше и меньше седых волос. Это даст финансовую независимость вашим детям, если у вас будут дети. В общем, успехов вам во всех ваших начинаниях. Хорошего дня. Пока.